Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот удивительный день, наполненный Твоими благословениями. Благодарим Тебя за песнопение, за слово вступления. Благодарим Тебя за дуновение тихого ветра Святого Духа. Благодарим Тебя, Господь, за то, что какие бы шторма ни были, этот ветер всегда тихий и всегда проникает в сердце верующего человека. Благодарим Тебя, Господь, благослови сейчас эти слова. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Кому понравилось вступление, поднимите, пожалуйста, руку. Ну, не все поднимайте, поднимите руку, поднимите. О, хорошее вступление. Кто скажет, какие три пункта там были? Да, пожалуйста. Нет. Три я скажу два. Маловато будет. Не знаю, Патер. Для меня это такое благословение, что наоборот, не то, что мне много, но напомнила. Значит, горизонтали, вертикали. Вот это я для себя. Хорошо. Что по горизонтали, если я по горизонтали пытаюсь что-то делать или говорить, говорить кому-то что-то по горизонтали, это разрушение. Может, за кафедру станете? Только назвать пункты. И второе, веяние тихого ветра. Очень хорошо, здорово. Давайте похлопаем. Пожалуйста, еще кто хочет добавить третий? Итак, по горизонтали не могу, это веяние штормов. Бурлит там в каждом человеке, это ветер мира. Второе, это тихий ветер. Замечательно. А третий пункт, кто скажет? Ну, я думаю, что это дальнее твое слово. То есть, чем я могу? Очень хороший. Да, здорово. Еще кто назовет третий пункт? Я буду спрашивать, пока не скажете «мой». Ну, хорошо, ладно. И этот третий пункт, он всегда рядом. Тихий ветер всегда рядом. Да, здорово. Большое спасибо. Я назвал его вступление «Свежесть покоя Иисуса Христа». Здорово. Отлично. И еще очень хорошо понравилось мне, ну, все песнопения, вот эти слова, которые прозвучали во время приношений в песне. «В тебе я так и нуждаюсь». Правильно? Точно? Точно. Там что было сказано? «В тебе я так и нуждаюсь». «Во всякий час». «Во всякий час». Вообще-то нуждаюсь, да, конечно, нуждаюсь, но я и в себе нуждаюсь. А во всякий час это обозначает «я о себе не думаю». «Я нуждаюсь в тебе, и за благословениями я иду к тебе». Очень хорошая, красивая песня. Сегодняшняя проповедь называется «Идите, радуйтесь во Христе, запятая без паники». Можно было бы повернуться друг к другу и сказать «Да разве я паникую?» Но как только в штормах этого мира человек паникует, потому что нам привычен и наша прежняя природа, она прямо рядом, она под нашей кожей. И наша новая природа, она в нашем духе. Причем вот эта вот природа этого мира, наша естественная, она ложью уводит нас к себе и прямо там обцеловывает. А потом говорит «Ну вот видишь, а Христос не работает в тебе». Правильно, Христос не работает воплоти. Поэтому первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих, говорит о том, что «Не любите любовью Агапе». Там Агапао, не любите любовью Агапе, не сливайтесь с этим миром. «Я рад, что вы это не делаете, но опасность всегда рядом». Чем дальше мы продвигаемся в этом мире, тем разрушительнее информация, которую мы с вами воспринимаем. Наш ветхий человек имеет очень серьезные три вещи. Они коренятся у него в основании. Еще в Эдемском саду, когда пали Адам и Ева, у них появились эти, в адамическом состоянии, у них появились эти три корневые сути. Страх, вина, стыд. Если вам стыдно за что-то, ой, Господь, Ты меня ждешь, мы идем туда. Если вы в чувстве вины и прямо терзаете себя уже 5 секунд, Господь, я иду к Тебе. Так, 5 минут – хорошо, что вспомнили, 5 дней – тем более. Не оставайтесь в этом состоянии. В этом состоянии у нас выхода нет. Сегодняшняя статья пастора Матери очень интересная. «Понесут тебя, куда не знаешь, куда не хочешь». Это так сказал Иисус апостолу Петру в 21 главе Евангелия от Иоанна. Когда тот, ну, уже получил и ответы на то, что его терзало, но все еще одной ногой в мире поворачивается, и за ним, за Иисусом и за ним идет Иоанн. И Иоанн склонился, просто идет. В великое описание овцы. Овечки так и делают. Вы видели овечку с часами, с компасом? Пастух, пастух, извини, одну секунду. Вот у меня по карте совершенно другое пастбища. Вот у меня по часам я бы уже давно должен был обедать. Такого нету, я не наблюдал. Они идут там, что-то такое, беседуют между собою на бэканье-мэканье. А потом, как только он сел, о, тут начинаются игры и праздник. И пища есть, и отдохновение есть, и так далее. Итак, только в Иисусе Христе мы можем радоваться. Плакать можем, но не оставайтесь там долго. У вас есть хороший стол, наполненный духовными явствами. И причем он поставлен так странно. Давайте покажу, как он поставлен. Это стол. За ним Иисус Христос. Он приглашает вас. Вы, мы. А это что? Что? Да, линия, да, конечно. Вы сказали что-то и очень правильно сказали. Мир, мир. А это мир. Это враги. Это в Псалме 22. Ты приготовил для меня трапезу на виду врагов моих. Вам что-нибудь говорит эта фраза? Что говорит, Лада? Молодец. Она к обеду сразу же. Итак, вот здесь. Большая. Это же кастрюля. И там обед. Там есть интересные слова, которые ведомый духом. Давид говорит. На виду врагов моих. Это что? То, что я вижу. Это мои неприятели. Саул, его друзья и так далее. Разморкнули, увидели. И радуйтесь кастрюле. И с Иисусом Христом. Радуйтесь там. Вы знаете, вот эта картина мне напоминает 25 главу, по-моему, книги Исход. Что это такое? Змей. Как вы, вы различили, как здорово. Итак, змей. И замолились, когда шли против Бога, израильтяне. И ворчали. Хотя перед этим побед столько было. Они прошли, там, не имея оружия, ничего. Все падали перед ними, да? А почему падали, кстати? Что так Бог не любит этих врагов? Он проводит свидетельство свое, да? Вот оно свидетельство. Вы со Христом, а здесь те, кого он тоже любит. И он туда привлекает намеренно. Намеренно. И у них есть выбор. Знаете, какой? Здесь поместить свои кресла. За столом. Или же нападать. К сожалению, таких выборов очень много. И вот в сегодняшнем слове есть три пункта. Да я вам сразу же назову. Много непонятного. Первый пункт. Второй пункт. Знать не только. Третий пункт. Иди поприще. Без паники. Ну, перед тем, как я это скажу. Жена. Незадолго до того, как мы стали уходить из дома. Наверное, поэтому как раз и опоздали. Она рассказала историю. Видеоролик. Дома у кого-то находится кошка, собака и сорока. Сорока все время у собаки там из ее корма тащит что-то такое, да? И подкладывает собаки под ее там, ну, половичок. Вам это понятно, да? Ну, сорока, да, что-то она крадет. Ворон крадет. Это вороны крадут. Это естественно. А потом наступает такая вещь, что она вытаскивает оттуда то, что спрятала. Собаки в рот кладет, кошки в рот кладет. Посмотрела, опять собаки, кошки. А вот это вас не удивляет? А если удивляет то, что вы видите? Вы видите совершенно другую картину, которая непривычна для естественного мира. Бог показывает, и для меня он всегда показывает это, что даже сорока может кормить пищей и собаку, которая может ее поймать, и кошку, которая может ее поцарапать. Мы с вами несем слово и тому, кто хочет слушать, и тому, кто не слушает. Мы берем от Господа и передаем. Иногда... Кстати, евангелизация... Я не говорю, что вам всем нужно приходить вот в субботу в 12 часов. Я понимаю, что вы являетесь людьми очень занятыми, но обязательно и сегодня мы раздадим вам новые буклеты пастора Мати. Вот эти буклеты сделаны, и там вложения, наши открытки. Так что до следующей недели обязательно кому-то из ваших соседей или где-то в магазине... Представляете, вот сегодня будет раздано 40 буклетов. Раздайте, да, вот это вот... Кому-то вручите. Уже одна душа пошла, а за неделю целые 40, да, или же целые 40, и так далее. И мы с вами посмотрим, как это работает. Почему я настаиваю на этом? Потому что настаивает на этом Иисус Христос. И настоятельность заключается в том, и я как-то посмотрел за последнюю неделю немножко по-другому на всю евангелизацию. Нам очень сильно нужно молиться за все церкви. За те, которые приняты в государствах. Католическая, православная церковь, за священников. Туда люди приходят. Слава Богу, что в нашу церковь приходят. Но суть такая, что туда-то на праздники приходят тысячи. Слышите, да, что говорят? И иногда мы говорим, ну, тысячи-то тысячи, а качество обучения, правда? Отбросим это. когда было гонение на эллинистов в Иерусалиме, деяние 8 глава, и они пошли, эллинисты, они не занимали высоких постов в церкви. Некоторые из них, и то несколько всего, были дьяконами. И вот они пошли. Их погнали. Церковь в Иерусалиме проводит, старейшины, то есть, апостолы проводят служение, собираются, преломляют хлеб. Очень хорошо. И вдруг, по-моему, кто-то по телефону звонит Петру. Да, немножко утрирую, но доходит весть о том, что в Самарии, в столице Израиля, Северного Царства, там церковь образовалась. И тогда Петр и Иоанн, и вся церковь стали думать, интересно, самарийцы, они же такие плохие, иудаисты. У них такая какая-то смешанная религия, чего-то от язычников взяли, что-то у нас взяли, почитают только пятикнижие. Давайте пойдем туда и посмотрим, как там Иисус. А они такие же христиане, как мы, а Христос у них такой же. И они пошли, и когда они пришли туда, они увидели дух тот же самый. Эти сестры и братья стали действительно их сестрами и братьями. Перенесемся в это время. Кто-то услышал, что где-то проходит собрание. Первая мысль у традиционной церкви какая? Сектанты. Никакой радости братьям. А у тех, которых назвали сектанты, у них никакой радости в отношении традиционных церквей. Вы слышите, что я говорю? А нам нужно-то молиться, чтобы те пять тысяч, которые пришли туда, в церковь, на два великих праздника, на Пасху и на Рождество, чтобы они внимательно слушали, а служителям церкви далось бы помазание Духа Святого, и они бы привели эти пять тысяч к престолу Бога, и Дух Святой вошел в них, и они услышали бы спасение, и спасение не по делам, а по благодати Господа. Давайте похлопаем. Молитесь, молитесь. Вы знаете, можно кому-то сетовать, но вот у вас здесь мало. Да ладно, мы возьмем весь мир и будем молиться за все церкви в мире, даже те, которые являются отвратительными сектами, тоталитарными сектами. Мы можем молиться, и мы можем просить, и Господь это сделает обязательно, потому что мы в своей молитвенной жизни обозначим. Первый пункт непонимания. Когда человек неверующий, ему вообще ничего не понятно из того, что мы говорим. Ничего, мне тоже ничего не было понятно. Я иногда и с пастором Мати спорил, и он мне так спокойно объяснял. Когда говорят четыре свидетеля, то могут казаться, что там противоречия, а почему-то судья воспринимает спокойно, потому что они дополняют друг друга. Евангелие дополняют друг друга, они не противоречат. Поэтому думающие мужи они сделали следующее. Без всякой паники они выстроили гармонию Евангелий. Они показали, что они самые настоящие христианские ученые, которые не спешат с противостоянием или противостоянием. Они исследуют это. и потом в зале преподносится, и вдруг человек просыпается и говорит, надо же, а я это считал совершенно по-другому. Конечно же, в Библии вы следуете за мной, вам все понятно? Кому непонятно, поднимите, я сейчас с сороки начну снова. Итак, смотрите, конечно же, если маленький малыш придет в старшие классы, будучи таким же человеком, как те старшеклассники, ну, а таким глупым ничего не понимают, а эти все считают нормально, разница есть. Мы должны иметь терпение, но также помнить очень такую странную вещь, запомните, она всегда жива, это ветхая греховная природа, которая выскакивает, и чем глупее посыл, который они услышали, может быть, даже от верующего нашей церкви, у которого что-то произошло в уме, где-то его переклинило, и кто-то ему сказал о том, что спасение можно потерять, и этот человек, убежденный, приходит и начинает всем говорить такую гадость, это называется в Библии называется словом по понерос, распространяем, заразился сам, заразит других, то, чем занимались иудаистующие христиане из Иерусалима, когда пришли и их следовали по церквам, которые насаждал апостол Павел. В своих произведениях апостол Павел пишет, что некоторые из тех, которые вместе с ним ходили, евангелизировали, вдруг начинают топтать кровь Иисуса Христа. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, четвертой главе, первом стихе, говорит, что некоторые стали антихристами, если они неверующие были, они откликаются на антихриста. Если верующие, то они впали в плоть и потом начинают свою глупую доктрину защищать и еще больше. Например, некто пришел в одну из наших церквей и стал говорить, да вы чему обучаетесь, обучаете, как это спасение нельзя потерять? Да вот столько роликов, вы только посмотрите на ютубе, посмотрите, там люди, некоторые побывали в аду, надо же! Вас удивляет, что только некоторые побывали в аду. Ах, некоторые оттуда из ада вернулись, да? Хорошо. И что они там видели? О, они там видели? Я сейчас говорю гадость. Ни в коем случае не веруйте так. потому что столько много про Христа всякой грязи говорится, особенно перед Рождеством и особенно перед Пасхой. И эти люди, вот эти люди сказали, что там пасторы были, которые проповедовали завершенную работу. пасхой Что-то меня это не беспокоит. Пасхой, пасхой, я тоже завершенную работу проповедую. и там они были. Послушайте, я верю не роликам, не глупостям, которые говорят сбившиеся люди или намеренно посылаемые из другого царства, чтобы дать непонимание. мы с вами изучаем Библию. И кроме того, запомните еще одну такую вещь. Если я согрешил, то в Библии я обязательно открою главу и стих, который будет меня порицать. только в Иисусе Христе такого не бывает. Есть разница между Евангелиями. Евангелие от Матфея это написано для евреев, которые бы исповедовали закон. И этот закон по закону нужно было их довести до апофеоза закона. И апофеоз заключается в том, что ты думаешь по закону быть спасенным, тогда ты посмотри, что ты делаешь в течение недели, а потом приносишь животное. И ты думаешь, кровь этого животного стерла твои грехи, нарушивший всего лишь одну самую малую заповедь является нарушителем всего закона. там в Евангелии от Матфея Иисус говорит вообще странные слова, когда он говорит, послушайте, что говорят фарисеи, и еще больше исполняйте. И так думаешь, да вроде ты в другом месте говоришь, что не надо исполнять. Доведя до абсурда эту цель, потому что никто по своей праведности не может сравниться с праведностью Бога. Поэтому Бог еще до сотворения мира что сделал? Принес в жертву. Он любит нас, и он принес уже жертву. И поэтому, когда согрешили Адам и Ева, Иисус пришел к ним, и он с ними разговаривал. Хотя они согрешили, они уже мертвы, и теперь нужно будет Богу добиваться и сеять, и стучать, и стучать. Книга Откровения 3 глава 19 стих. Вот стою двери вашей церкви лаодики и стучу, и Христос стучит. А может быть их всех в ад послать? А он стучит, и стучит, и говорит тот, кто откроет, я буду с ним, я не буду судить его, я буду с ним вечерять, я буду ему в благодати, как Петру тогда в 21 главе Евангелия Атеана объяснять, что он мой. Ему нужно просто возрастать в принятии любви Агапа, и тогда эта любовь, которая принята, научит его любить других. меня не ролики обучают, и вас я не роликом обучаю, я вас обучаю тому, что написано в Новом Завете, потому что есть разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом. В Ветхом Завете это была только тень, а в Новом Завете это он. поэтому когда говорится в послании евреям первая глава, первые по третьей стихи, в Ветхом Завете говорил Бог многообразно и по-разному отцам нашим, да, а вот в последнее время он говорил как? А как можно в Иисусе с нами разговаривать? Любить. Почему к нему шли грешники? А он их не выгонял. Почему он ел вместе с грешниками? Есть хотел. А как можно с грешниками есть? А ты кто такой, который говорит как можно? Это фарисеи были, книжники, священные, священнослужители. Те, которые на законе могли наживать свой капитал. Люди приходили, они там в храме приносили жертвы, а теперь возьми и убери жертвы. Сколько денег недосчитаешь, сколько влияния будет потеряно. Какое влияние, замечательно. Мы говорим о Духе Святом, Дух Святой наполняет людей, и они становятся спокойными. Дух Святой рядом с человеком, который там что-то такое запутался, он рядом. Он говорит только лишь прими это. Как принять? Мы с вами постоянно возвращаемся к этому и исполняться Духом Святым. Я могу купить массу книг, как это было в Советском Союзе, расставить по всем полкам книжным, как это было раньше, и радоваться, что я в любой момент могу отправиться в путешествие с этими авторами. Библия другая книга. Она говорит и определяет человек будет жив не только хлебом, а он не только материальным миром, а он будет хрумать эту книгу, он будет ее есть, он будет питаться настолько, для чего мы едим? Для того, чтобы у нас была энергия физическая, но в духовном мире нам нужна вот эта энергия Духа Святого, нам нужны доктрины, и не только их знать, не только закончить, допустим, библейский колледж, не только лишь знать о Библии много, но обязательно, чтобы логос, а это слово объективное, стало ремой субъективное применение логоса, до тех пор, пока я не, я не, а, смотрите, в детстве мои родственники говорили, а мне было там лет пять, такой маленький, даже меньше было, или еще, вот, и они так стоят, я смотрю на отца, они говорят, вот когда ты, ты такой будешь, слово будешь для детишек непонятно, они не живут такими категориями, для него, для этого малыша категория я есть, и скорее всего таким и останусь, хорошо, что у меня папа есть, хорошо, что есть мама, с меня этого достаточно, и все, вы никогда не протестовали росту, да, конечно, каждый из нас, это же, мы же стрессы такие переживали, вы знаете, что рождение вообще это колоссальный стресс, это перинатальная смерть, когда ребенок проходит через родовой канал, то он думает, что он умирает, поэтому когда он родился, у него как новое рождение запускаются в этот день все три ритма, это биологический, физический и интеллектуальный, не будем об этом говорить, но это я, я почитал это точно совершенно, когда-то увлекался, потом я понял, что Господь все меняет, да какой бы у вас там уровень интеллекта не был в такой-то день, с Господом вы на самом высоком интеллекте, если рядом с вами в школе сидел кто-то, ваш сосед, соседка, и которая знала намного лучше, чем вы, вы чувствовали себя очень хорошо на экзаменах, да, ну, в том случае, когда вы ждали подсказки, стоило этой соседке пересесть и сразу же, да, я не знаю, было у вас так или нет, вы можете гордиться тем, что вы всегда делали сами, Бог желает, чтобы мы всегда слушали Его, потому что сами мы провалим любой экзамен сатаны, у сатаны имеется через непонимание желание привнести сумятицу, и когда человек еще не укрепился в доктринах или не пользуется ими, то жди гостей, потому что мы с вами, очень часто мы с вами забываем о том, что мир, в котором мы живем, это не только Господи, это здорово, что мы имеем Господа, правда? Давайте похлопаем. Мы с вами спасем, давайте похлопаем. Хорошо, правда? Вот и аминь, а оказывается, еще в этом мире есть тот, кто является злейшим нашим врагом. И он делает все, чтобы увести нас в сторону. А как только он уводит нас в сторону, задача какая у него будет? Закрепить нас там. А третья задача? Убить. Это не обозначает физически вложить совершенно другие слова, другую доктрину. и поэтому мы понимаем, особенно почитайте об этом в послании к Ефесянам в шестой главе с десятого стиха по восемнадцатой стихи о великой битве, которая имеется у нас. Причем эта битва такая, да, кстати, я начал, но не закончил. Что там в этой истории было, когда Бог сказал, ладно, я вам помогу, вы молитесь, хорошо. И он сказал Моисею, чтобы тот медного змея, ярко сияющего, уже никак не промахнешься, ярко сияющего, он прибил бы к этому шесту и сказал, люди, выбирайте, всегда этот выбор. Будете смотреть на поражение, все, умрете. То есть, мы с вами знаем тот, кто сеет в плоть, тот пожнет смерть, а тот, кто сеет в дух, тот пожнет жизнь. И те люди, которые смотрели сюда, а не на то, что диктовало плоть, жили. Те, которые смотрели, ой, какой там этот же совершенно отвлеченный вещь, да это Бог так сказал. Это обозначает, лучше я буду слушать слова Бога, и тогда у меня будет все в порядке. И еще раз говорю, Библию нельзя воспринимать как мистический учебник, но понимаем мы ее так. Я, человек верующий, в котором живет Дух Святой, я, это ужас какой, Господи, зачем ты мне дал такую силу, я могу Духу Святому сказать, не надо здесь участвовать. Так же, как Израиль говорил, нам не нужны твои советы. Как только они это говорили, на них обрушались полчища врагов. Почему? Да потому, что этими полчищами сразу же начинает командовать Сатана этого мира, враг наш. Когда мы уходим куда-то, ну, да ладно, какую-нибудь чепуху сделать, конечно, кто-то потирает руки и радуется этому, потому, что это не только Бог в этом мире, Бог, защищай меня, Он защищает в Духе. Бога воплоти, плоть ты должен распять, согласиться с этим. Но, если ты не распинаешь плоть, то тогда интересная вещь происходит. Смотрите, происходит следующее. Иоанна, первая глава 29, запомните на всю жизнь. Вот Агнец Божий, который забирает на себя грех мира. Это означает, я принял этого Агнеца, что произошло? Спасение навсегда. И так, спасение навсегда. А вот в 36-м стихе, в той же главе, Иоанн Хреститель говорит, вот Агнец Божий. Почему он не говорит о том, что забирает весь мир? Уже спасены. Ну, а для чего мне тогда Агнец нужен? Да потому, что у спасения есть время, когда мы спаслись в вечную жизнь, а некоторые начинают путать это. И путают с филиппийцем, а послание к филиппийцам, 2 глава, 12 стих, со страхом, совершая, страх там, фобия, со страхом совершайте ваше спасение. Так это что, Господи? Значит, мне нужно самолет поддерживать, да, вечной жизни, потому, что я могу рухнуть. Суть заключается в том, что, а если я на пути греха встал, со страхом спасения, спасайся, искупительная жертва Иисуса Христа, Голгофа, не должна быть вчера, у пастора Стивенса замечательно есть буклет, я его недавно читал, не оставляйте Голгофу во вчера, она вам понадобится сегодня, искупительная жертва Иисуса Христа понадобится сегодня, и поэтому первое непонимание, второе не только знать, но применять, не только Логос, но Рема, и третье знайте, что искупительная жертва, она нужна всегда, потому, что грех-то еще находится в ветхом греховном человеке у нас, и он знает, как уговорить нас на это, нам необходимо все время, как было сегодня сказано в песне, в тебя я, в тебе я так нуждаюсь всякий час, не только вот в этот час, первое двадцать девятый, но тридцать шестой, всякий час моей жизни, а если я посмотрю еще и на то, что написано в книге Откровения, и в двенадцатой главе десятом стихе, там будет написано, что сатана, этот змеюга, который все время клевещет, почему, а как он клевещет на нас, знаете как, вот если вы в духе находитесь ему, там есть возможность клеветать? Клевета это злоречия, он говорит правду, он уговаривает человека, чтобы тот согрешил, и тогда он бежит к Иисусу и говорит, вот, и вот, вот этот твой, на которого ты претендуешь, а на самом деле он мой, он согрешил, он клевещет, и день, и ночь на наших братьев, Откровение, двенадцатая глава, десятый стих, но мы с вами живем тем, что нам Агнец нужен навсегда, это знак каждый час, а если посмотрим на двадцать первую и двадцать вторую главы Откровения, давайте предварительно похлопаем Иисусу Христову. У нас сейчас Агнец есть по вере, а в небесном Иерусалиме по видению. Всегда Агнец будет. Кто-то задал мне вопрос давно, А вот в вечности мы разве не сможем согрешить? На каких основаниях вы не сможете согрешить? Да, природа. У Адама и Евы их не было, ее не было. На каком основании? Крови, а еще да, Агнец все время, Агнец все время. И причем у этого Агнеца остаются следы на руках и на ногах. И в боку вправом от пике мы с вами видим очень интересную вещь. Зачем мне в вечности вот этот Агнец, который был распят? Это же не так некрасивая картина. Мы не будем иметь слез, мы не будем иметь страха, не будем иметь вины, но мы будем так рады, что он нас спас. Мы не будем иметь воспоминания о грехе, но у нас не будет никакой, никакого пожелания, чтобы сделать вот этому любимому Агнцу доставить еще какую-то боль. Мы бы там хотели, как это написано в Деянии 2 глава, когда услышали проповедь апостола Петра и он говорил об Иисусе, вот тот, который является вашим мессией, вы распяли. И они умилялись в своих сердцах. Слово умилялись сейчас непонятно. Умиляться это обозначает радоваться, тихо, так очаровательно думать. Нет, их сердца были пронзены тем, что они наделали. Так вот, в небесах я не говорю, что у нас там будет присутствовать какое-то состояние «хочу загрешить», этого и памяти не будет. Но суть заключается в том, что Агнец появился когда-то, в этот мир пришел, он стал Богом и распятый еще до сотворения мира, и там мы его будем всегда видеть, вместе с ним, и его славить. Итак, первое. Непонятные вещи есть. Они случаются и с нами верующими. Идем к доктрине, но не только ее знаем, не только слово знаем. Мы делаем превращение. Логос становится ремой. И тогда Агнец победил, и он побеждает. В нашей жизни есть три вида спасения. Первое. Спасение в вечную жизнь навсегда. Третье. Второе. Это на каждый день спасения. И вот этот день совершайте со страхом. Потому что я даже не знаю, что выкинет этот враг. Я не знаю, через что он пролезет. А поэтому мне нужно, как в песне говорилось, чтобы каждый час исповедовать. И мы идем в этом мире. как те, которые идут за Агнцем, слышат его голос. Мы из его стада. Мы не слушаем других слов. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за удивительную любовь. Мы благодарим тебя, Господь, за прекрасную радость, радость в духе. И там никакой паники, никакого смущения, смятения, оскорблений, стыда, вины. Господи, только ты, только ты. Слава тебе, Иисус. Мы так благодарны тебе, что мы можем это на практике использовать. Уж коль скоро, это написано в твоей святой книге, и две тысячи лет назад, а мы живем две тысячи лет спустя, и говорим, работает. Ты работаешь, слава тебе, Господь. Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его прямо сейчас, прямо сейчас в свое сердце и скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, я ничего еще не понимаю об этом, но я убеждаюсь, что там есть нечто, что я был сотворен не для смерти, а для того, чтобы быть со своим Творцом. Принимаю тебя, Господь, в свое сердце, в свою жизнь и прошу тебя, благословляй, люби, прощай, Господь, приведи в живую церковь во имя Твое Иисуса. Я прошу и молюсь. Аминь. Спасибо большое. Аминь. Давайте встанем. Аминь.